Протяженность 17 маршрута относительно невелика, чуть более 18 километров и альтернативного транспорта, следующего из района улицы Горпищенко в направлении 5 километра, просто нет. Жители корабельной стороны каждое утро сталкиваются с проблемой. Сесть в общественный транспорт невозможно, мест нет. Горожане жалуются на то, что автобусы под завязку забиваются на конечной остановке, а на последующих просто не останавливают. Да, трудно. На любом автобусе. А больше их мало. Человек очень пунктуальный, встаю пораньше, поэтому у меня все нормально с этим. 18 вечером тяжело уехать, во-первых, уезжаешь очень тяжело, едешь на 20-ки, выходишь на перешейки, идешь пешком. По правилам перевозки пассажиров, их количество в автобусах средней вместимости не должно превышать 38 человек, а в маршрутных такси и того меньше, от 15 до 18. При этом стоячих мест в топиках нет. А как останавливается, если ГАИ не разрешает стоя брать? Они разрешают. Штрафы большие, штрафы выросли. Нет желания никакого брать. Полностью уже до Дергачи, до Кольца уже все. Вот здесь 16 мест уже все заняты. Пассажирский транспорт отправляется с конечного маршрута поселка Дергачи каждые 5-7 минут. Но его все равно не хватает на своевременную перевозку всех желающих. За разъяснениями наша съемочная группа попыталась обратиться в отдел транспорта и связи госадминистрации. Но в очередной раз их телефон не отвечает, а двери закрыты на замок. Рассказать о том, почему появилась такая проблема, согласился директор частного автотранспортного предприятия, обслуживающего 17 маршрут. Филипп Шевчук говорит, помимо того, что увеличилось число жителей за счет отдыхающих, еще и сократилось количество автобусов. Филипп Шевчук говорит, что там стало меньше машин. 13 июня, так сказать, у нас там работало два предприятия. Из-за того, что было на том, что 50 машин. 50 машин, уже по маршруту это очень много. Машины там стоят простые, по часу. Не то, что при душе и простые. Но мы нашли свидетельство на 15-м конкурс, где администрация выставила 10 автобусов и 10 тонн. В этом маршруте 20 машин. Решить проблему может увеличение количества автобусов на 17-м маршруте. А пока жители корабельной стороны вынуждены вставать гораздо раньше, чтобы не опоздать на работу. Дмитрий Слизовский, Ольга Калинина, Виталий Козловский. Программа «Наше время».